Девушки, привет, мои хорошие. Собираемся. Всё. Вчера весь вечер собирался, сейчас всё утро собираюсь. Вот, тренировка у нас была уже утренняя. У меня, в принципе, осталось только обувь упаковать. Вот в этих кроссовках я поеду, они чистенькие. Я их вчера постирал вручную, вот они высохли у меня. Он кожаный я сейчас упакую, он чемодан я забрал уже. Всё. Это самое. Так, вот от лагеря дали нам в дорогу вот такой презент, а я уже себе едут в дорогу собрал. Сейчас не знаю, куда всё это девать. Вместе, что ли, всё тащить. Но я не съем же за 4 часа столько еды. Вот, поэтому у меня это много будет. Короче, вот так вот собираемся. Собираемся, надо уже поактивнее это делать. Это дело. С пумбочкой, в принципе, всё освободил. Тут ничего нету, то есть всё пусто. Тумбочка пусто. Осталось сейчас снять постельное бельё. Вот Ярик уже снял. Надо мне снять. Аккуратненько сложить и всё. Так, на подоконнике там ручка Ярика валяется. Ну, мне надо срать, это его ручка. Не буду. Мозги. Так, что-то собрание, что ли, опять? Ярик вот так вот, короче, давайте. Собираемся. Вообще я всё вытащил. Постельное я не хочу прям складывать, ничего. Я вот так свернул просто ей и всё. Всё равно они всё это в стирку понесут. Вот мой плед. Всё. В принципе, всё. То есть, как бы, мы выезжаем. Из этой мини-квартирки, так скажем. Ну, всё. То есть, тут только плед валяется. Всё, можно идти. Я вещи все вытащил свои. Ребята все свои вещи вытащили тоже. Куточку мою возьму. В мясо приедем, там ливень будет. Всё, под кроватью и мусор остался. В принципе, ну, это как всегда. Вот. Потому что это не моя кровать изначально была. Ну, Ярик ещё ручку оставляет, как всегда. Как я понял. Так, тут я два полотенца. Ну, три полотенца закинул наверх. Вот. Всё, в принципе, ходить с нормой. Здесь это моё. Я его брать не буду с собой. Пускай остается здесь. А может, и возьму. Давайте возьму, наверное, всё-таки. Чё? Целая же. Сейчас я его покажу. Всё, три недели мы тут отбыли. Идем домой. Ну, это не моё. Я всё своё забрал. В принципе, вот так вот. Я всё, в принципе, убрал. Вот, его разговаривают. Полотенце, она сказала, она лучше нам сложить их. Разрешили вам ходить в обуви? Ну, в обуви, понятное дело, чё мы выезжаем уже. Так что, насрать себе. Да всё, в принципе. Я чё, я... Нычек у меня уже не было. Я все нычки свои съел, так скажем, уже. У меня всё. У меня всё. Вот. Ну, моя привычка. Ходить, попроверять ещё всё. Вот так вот. Ярослав. Попадёшь. Ваня, колосков. Девушки. Девушки, всё, поехали. Я пакетик взял мой, который на автобусы все вывезгу. Сетка на мне и рюкзак И Витя Он теперь, кстати, ну че такое Витя теперь, кстати, больше не тесак Он сбрил свою халупу Поэтому, да, вот так Слава богу, один сел Надеюсь, сейчас никого не посадят ко мне Я люблю один сидеть Можно ножки поставить сюда, спокойно Вот, хорошо Ничего себе, столик даже есть Мы вообще на другом автобусе сюда ехали Абсолютно на другом Вон тренерская машина Раз четыре Все, девочки, поехали Когда мы ехали сюда, у меня сильно болел живот И я старался уснуть, чтобы просто не заметить это И в итоге, короче Ну, я уснул, действительно И мы когда сюда приехали, то есть я не видел вообще эту Так, по площади посмотрел Каменск-Уральский И в 40... на 40... на 40 квадратных километров больше, чем МИАС Вот Ну, то есть чуть больше Смотрите, вот опять у трех площадок тоже Урлук Ну, там, действительно, там это лечебный санаторий Но мы туда ездили не лететься, мы ездили тренироваться Тренировались Вот три недели мы там очень хорошо В принципе, очень понравилось Для сборов, для тренировочного процесса всего стоя есть Вот так Так вот, девочки, давайте у меня хорошие Увидимся в МИАСе, наверное, уже Вот, ну, потому что ехать мы будем 3,5 часа Я посмотрю по карте По пробкам, пробок не будет Вот, да и тем более мы будем ехать по всяким там дорожкам, блин Поэтому, ну, то есть не по трассе Не по трассе По всяким вот таким, по полям, по лесам То есть, ну, не по трассе Не по трассе Так вот Такая же лента, как у нас в Челябинске на въезде В Челябинске, когда со стороны Амзе заезжаешь в город Тоже лента там на въезде Все, Каменский То есть лента, как будто бы не на территории Каменского Как будто бы вне Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа А Челябинск ближе, чем до Ниаса, потому что там потом будет развилка, и в Челябинск в итоге территориально оказывается ближе, чем Ниас. Ну, потому что это мы видим северного юга, обычно мы заезжаем с западной, с западной части трассы, а тут мы заезжаем с северной трассы, поэтому Челябинск как бы он ближе кажется. Ну, не кажется, а так и есть, он как бы отсюда съехать, в Челябинск ближе. Я же к минут 10 назад мы не съехали уже, уже по области едем, по Челябинску. Вот, каменскуранский от Свердловской области, Екатеринбург, а мы в Челябинск, скажем, что это. Тормознули мы на лукове, сейчас по туалетам сходили все. Кто-то что-то еще с собой купит, сейчас пойдут на заправку. Время уже 13.58, часами по трем, к полу-четвертому мы будем нанести в шестом. Ниша, чувство, Ниша, его заходи уже. Я, кстати, например, увидел тренерскую машину, они походу поехали туда все-таки. Но они, они же на машине, они не с нами, с нами родители, но они, скорее всего, просто ехали, и все, тренера. Мы сейчас проезжаем Карабаш. Дмясо 40-50 километров. Карабаш самый грязный город области. Карабаш и Садкова два самых разных города области. Но в Садках хоть чуть-чуть развивается, а Карабаш это вообще настолько ужасный город. Настя, получается все огромные. Сейчас на объезд поехали, через город, а если бы мы поехали прямо, мы бы через самый комбинар. Металлургический завод вроде как. Нет, не просто металлургический. Потом, девочки, расскажу про этот завод, короче. Ну, в общем, комната радиации, то есть прямо радиации. Фактически золото отчуждение. А, тут у меня вообще 20 номер. Тут прям красные реки, то есть, ну это потому что вся химия. Все комбинаты. В общем, вся грязь в области, она все прода здесь. Поэтому Челябинский район Читозы, это вообще по сравнению с Карабашом просто максимально чистый. В общем, основной вид деятельности этого ужаса, это производство черного меди из медного концентрата. То есть, я говорю, сплошная химия. Прям, реально на выезде из города в сторону МИАСа, то есть в южную сторону, там просто, там реально красные реки. Просто красные реки. И это вот какие-то отходы у вас с этого завода. Ну, здесь вроде как почище. Ну, это, блин, это, это же крайняя речь, какие-то. Это, типа, у каждого завода какой-то водоем должен быть рядом, охлаждающий, так скажем. Это вот он и есть. То есть, ну, это не для плавы необычно. Но они здесь делают, что-то, типа, на берегу, то есть, как-то облагораживают город все равно, но вот с такой природой я не знаю, что тут облагораживать. У меня больше никуда не жил, конечно, но те, кто здесь работали и кто жили после таких комбинатов, они как бы и будут сейчас всю жизнь, мне кажется, они уже привыкли к этой радиации. То есть, привыкшие, они привыкшие, привыкшие, они будут привыкшие. Такой кошмар, девушки. Девушки, добрый вечер. Дома я уже все разбираю. Я, в принципе, все разобрал, все вещи, вот. Именно одежду все разобрал. Целая корзина не получилась и темная уже стирается, вот. Так, вот, из сетки кроссовки надо у меня вытащить. Иди косметички разобрать еще, вот. Осталось, вот он, мальчик мой сидит здесь. Че, малыш, хочешь пойти на ты мой сладенький? Давай, ступай. Вот так вот, в принципе. Ладно, давайте, мой хороший, до завтра. Поснимаю что-нибудь завтра еще. Давайте, пока-пока.